Здравствуйте, Василиса, это Ваш ответ на вопрос, что Вам делать с мужчиной, который не идет на компромиссы. Ну, перед этим, чем анализировать, что делать Вам, и вообще отвечать на этот вопрос, наверное, стоит заметить такую тонкость, что мужчина здесь выступает даже не в качестве защиты, а в качестве такого собственника, то есть ему не нравится, что на его женщину будут смотреть кто-то еще, будут смотреть другие люди. И он так воспитан, что у него такие моральные ценности, что вот его женщина не должна выступать в качестве модели. Ну, он так видит в себе свою спутницу в жизни, свою жену, свою любимую и так далее. И мы лишь только в конце написали, что он не хочет идти на компромиссы, то есть как бы обобщили его отношения к такому. Но, исходя из письма, получается, что он именно уперся в этом. Не совсем понятно, так же он ведет себя в других ситуациях или нет, но давайте будем исходить из того, что он ведет себя упрямо только в этой ситуации. Потому что это будет проще вам сейчас. Так вот, он собственник, мужчина собственник, считает, что его женщина на вот каком-то таком вот физическом уровне, да, то есть что все, что касается ее тела и так далее, должно принять только ему. И здесь нельзя говорить правильно это или неправильно, потому что очень многое зависит именно от моральных условий человека, от его ценности, от того, как он воспринимает себя, как воспринимает свою женщину. И если вот он так воспринимает его, то ничего с этим не поделать. Вы не сможете его переубедить. Он не может, наверное, и не должен идти на компромиссы. Вы так же не можете и не должны выпускать мечту своей жизни. Но если все, как вы говорите, если вот все, как вы описали, то мужчина попросту ставит свои интересы привыше ваших. И в данном случае это можно оправдать только тем, что он не желает вами ни с кем делиться. И вот здесь возникает вопрос. Так он ведет себя везде, в любой ситуации. Никогда не идет на компромисс. Или только в этой. И вот если дело касается только этой ситуации, только этого момента, то можно подумать о том, чтобы уступить вам. Но еще раз говорю, только можно подумать. Почему? Потому что, если во всем остальном, мужчина дает вам свободу. Во всем остальном, мужчина вас не ограничивает никак. И уступает. Вот что главное, уступает. То можно понять его, по крайней мере, пытаться его понять. И пытаться совместно выработать какой-нибудь компромиссный вариант. Кто-нибудь придумать. Может быть это, может быть это будет что-нибудь там съемка где-нибудь дистанционная. Или может быть это будет съемка там домашних, домашних. То есть вы там сами будете как-то брать фотоаппарат и сфотографировать себя. Или кто-то еще в этом роде. В любом случае, что-то можно как-то найти компромисс. Но вам нужно обязательно посвятить мужчину во все особенности того, что вы делаете. Сказать, что ни с проституцией, ни с порнографией. Ваша деятельность не связана. Что это ваша мечта. Что вам, ну вы всегда хотели с детства этим заниматься. И что для вас это очень-очень-очень сильно важно. Вот это именно. И посмотреть на него, как он отреагирует на это. На то, что вот поверит ли он вам в то, что это действительно ваша мечта. Просто по вашему письму создается ощущение, что он просто не верит. Он не верит, что ваша профессия является вашей мечтой. Соответственно, отсюда у него ремонт. Вот вы возьмите и скажите, хорошо, ты мне не веришь. Допустим. Ну вот пойдем со мной. Пойдем. Приглашу тебя на снимку. Посмотришь, как это все работает. Посмотришь. Что там ничего такого нет. Там это рабочий процесс. Там фотографы профессиональные. Все, которые свои репутации дорожат там, да. Там куча других людей рядом. То есть это обычный, нормальный рабочий процесс. В этом нет ничего неприличного или что-то еще. Вообще ничего. В этом нет. Может быть, если он увидит, как вы работаете. Может быть, он изменит свое отношение к вам. Но это все имеет значение, повторю. Лишь тогда, когда его неуступчивость проявляется только в этом. Только в том, что вы хотите заниматься этим. Если он во всем такой неуступчивый и ни в чем он не наступает. И везде свои интересы ставят на первом месте. А вы должны быть вот с ним согласны. И приносит жертву своей мечты, желания и прочее. Тогда, конечно, вам не нужно идти у него на поводу. Не нужно как-то искать и справиться. Все равно, все равно, он будет стоять на своем. Вот все равно. Что бы вы ни делали, он все равно будет стоять на своем. В таком случае, нужно понять, что мужчина считает, что женщина за женщина должна быть у него в подчинении. Опять-таки, какую-то женщину это может устроить. И он ее обязательно найдет. Такую. В себе. Он ее обязательно найдет. Рано или поздно. Но это не вы. И вот это нужно вам понять. Что вы не будете подчиняться его капризам, только потому, что вот он так решил. Не будете. Зависит от его решения. Ваша жизнь – это ваша жизнь. И ваши мечты – это ваши мечты. Они не должны подчиняться кому-то. Не должны управляться кем-то и так далее. Поэтому, говоря о том, что вам делать. Вам в первую очередь, вот реально нужно обратно для себя еще раз переосознать, насколько вам дорого это вы делаете. Насколько. Ну, если это действительно ваша мечта, ваше призвание, вы вот можете ее исполнить. А вы возьмете и скажете, все, я отказываюсь от мечты ради молодого человека, который меня постоянно держит в подчинении, то вы его через, там, через несколько лет, то и раньше просто возненавидите. Зато он вам и жизнь испортил, и карьеру сломал любимого, которая вам удовольствие принесла бы. И вообще будете чувствовать себя неудовлетворенной, нереализованной и озлобленной на весь мир тогда. Так вот, это вам такое решение только навредит. С другой стороны, отдельного пункта заслуживает его фраза или я, или ваша мечта. Ну, это так вот типичный, типичный пример манипуляции, когда у человека так ставит вопрос. Ну, такие вещи реагировать нужно, ну, желательно, достаточно жестко. Если вопрос становится так, значит, в любом случае, человек будет вам так постоянно говорить. Вот ему что-то не понравится, он вам сразу будет говорить, либо я, либо что-то, что мне не нравится. И в итоге, вы так будете зажиматься, 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 пока у вас не останется никакого своего личного пространства. Конечно, что делать – решать вам. Вот вы любите мужчину и хотите, наверное, быть с ним. Решать, что делать – здесь только вам. Но нужно прикинуть все вещи, все возможные варианты, все заставляющие. И на основе их – делать выбор. Слов свой. Ну, если у мужчины такое отношение к вам бескомпромиссное, является обычным делом, то, к сожалению, я вам инудим сказать только то, что дальше будет хуже. У власти, как известно, у человека, который начал так себя вести, он у него вряд ли сможет остановиться. И ему нужно именно серьезное потрясение, чтобы он перестал так делать. Поэтому решение принимать, безусловно, вам. Но, прежде чем его принимать, посмотрите на своего молодого человека и спросите себя предельно честно, вы готовы с этим мужчиной провести всю свою жизнь? Если найдется хоть одно со мнением, то, думаю, смело его можно бросать и идти к своей мечте. Потому что найдется обязательно тот мужчина, который примет вашу мечту, как действительно ваше желание и разделит с вами все радости и невзгоды этой профессии. Надеюсь, вам ответ мой понравился. Если вам не какие-то вопросы, можете обращаться ко мне в личико, всегда помогу, помогу, все объясню. А пока я желаю вам принять правильное решение. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok